Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. У меня для вас хорошая новость. У меня новая камера, у меня новый микрофон, у меня новый нос. Шутка-шутка, нос у меня старый. Но если вам нравится качество моих видео, новое качество, ставьте большой лайк и подписывайтесь. Сегодня я вам объясню разницу между словами «жалко» и «позор». «жалко» и «позор». Я очень часто слышу ошибки в этих словах, особенно от людей, которые говорят на английском языке. А где я сейчас? Я сейчас в прекрасном парке, который называется Сен-Жермен. Парк Сен-Жермен находится в пригороде Парижа, в городе Иссили-Мулино. Здесь очень красиво. Вот, посмотрите, и этот парк находится на острове, остров на реке Сене. И, кстати, вокруг этого острова маленькие кораблики, на которых можно также жить. А вы хотели бы жить на кораблике, на корабле всё время? Напишите. Итак, «жалко» и «позор». Какая разница? Мы говорим обычно «жалко», когда мы хотели, чтобы что-то случилось, мы хотели какую-то ситуацию, но она не получилась, всё случилось не по плану, и поэтому у нас негативные эмоции. Например, у вас есть хорошая подруга в Токио, вы живёте в Нью-Йорке, и вот вы едете в Токио, и вы очень хотите с ней встретиться. И вы пишете ей, например, «Алеся, привет! Я буду в Токио с первого по седьмое сентября. Хочешь встретиться?» И ваша подруга вам пишет, «Ну, блин! А я буду в Нью-Йорке!» Точно в это время, с первого по седьмое сентября. И тогда мы можем сказать, «Жаль» или «Жалко», «А как жаль, как жалко! Я так хотел, так хотела с тобой встретиться!» «Жалко, жаль!» Или ещё один пример. У вас было свидание, например, через Тиндер. Кто пользуется Тиндером, пишите. Да, через приложение. Тиндер – это приложение. У вас было свидание с молодым человеком. Вам он очень понравился, и вы хотели бы встретиться с ним снова. И вы пишете ему, «Привет, например, Сергей, мне очень понравилась наша встреча, давай встретимся снова!» А Сергей говорит, например, «Извини, мне кажется, у нас ничего не получится!» Ах, в самое сердце, в самое сердце! И тогда мы можем сказать ему, «А, жаль, жалко, жалко! Я думала, что у нас может быть какая-то красивая история вместе!» «Жалко, жаль!» Кстати, посмотрите, в этом парке есть такая скульптура. Скульптура называется «Башня с фигурами, башня с лицами». И автор этого произведения – Жан Дюбюфе, кстати, он придумал первый концепт Art Brut, то есть грубое искусство, и эту скульптуру закончили, он её закончил в 1988 году. Вот так интересно. А теперь давайте посмотрим на слово «позор». Позор. Недавно я получила письмо от знакомого, он учит русский язык, и он сказал, «Давай встретимся!» Я сказала, «А, меня не будет в городе в это время!» И он написал, «Позор!» И я была много так… Это было странно услышать, «Ух, позор!» Почему? Потому что «позор!» Мы говорим это, когда человек сделал что-то очень-очень плохое. Позор! «Ух, позор!» Или «позорище!» «Позорище» – это более грубый вариант. «Позор!» «Позорище!» Ну, например, когда была эпидемия ковида, в Англии, в Великобритании, люди были на самоизоляции, сидели дома, самоизолировались, не могли встречаться с друзьями, не могли встречаться со своими родственниками. Родственники – это семья. И министр, премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон и его друзья, они устроили у себя вечеринку, большую вечеринку. Они говорили другим людям, что те должны сидеть дома, а сами устроили вечеринку. И когда англичане услышали об этом, они сказали «фу, какой позор!» «Какой позор!» «Ему должно быть стыдно!» «Позор» – это когда человек сделал что-то плохое, все это видели, и мы думаем, мы говорим, что это очень плохо, это позор. Ещё один пример, менее драматический. Вы знаете, в больших компаниях, в престижных компаниях иногда есть дресс-код. Дресс-код – это как мы должны одеваться. Дресс-код. Я работаю дома, и у меня нет костюмов, мне не нужно носить каблуки, мне не нужно делать маникюр, но есть компании, где это обязательно, где есть такой дресс-код. И, например, если я работаю в такой компании, и я пошла на встречу с очень важным клиентом с грязными волосами, без маникюра, не в костюме, а в футболке и в джинсах, мои коллеги могут сказать «Татьяна, ты пошла на встречу с клиентом с грязными волосами! Какой позор! Какой позор!» Это значит, это некрасиво, это неправильно, позор. Ещё раз, жалко – это когда ситуация не такая, какой мы хотели, чтобы она была, мы не сделали ничего плохого, никто не сделал ничего плохого, просто реальность не такая, жалко. И позор – это когда кто-то сделал что-то плохое, и нам это не нравится. Кстати, когда я была в Чехии, там позор значит «внимание», «внимание». И когда я видела на витринах написано «позор», «позор», это было интересно. Пишите, пожалуйста, друзья, ваши примеры со словами «жаль», «жалко», «позор», «позорище». Пишите, нравится ли вам такой формат лексики в парках, в других интересных местах. Спасибо, что смотрите. Приходите в мой клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok